Ведь шоу, возвращение которого этим годом мы ждали с нетерпением, и после невероятного первого сезона и второго, который добавил еще больше слоев и усовершенствовал его, в третьем сезоне возникло то, что можно назвать неизбежным спадом. Было всегда сложно продолжать, и этот сезон показал, что даже с великолепными сценаристами, актерской игрой и импульсом, это не всегда означает, что он будет блистать. Так что я хотел бы рассказать, почему мне кажется, что эта часть отмеченного наградами шоу просто не сработала так же хорошо, как две предыдущие. Ну что же, приступим. Вот почему третий сезон «Медведя» ощущается по-другому. Так, кстати, видео содержит спойлеры. Хаос ради хаоса. Первые два сезона «Медведя» успешно заставляли нас чувствовать неловкость во время просмотра. Это могут быть однокадровые дубли, крайне крупные планы персонажей в моменты. Мучения, кухонный бардак и камины-капризы после травмы. Ее трава. Самое лучшее – эпизод шестого сезона 2 «Рыбы». Это было очень неловким телешоу, я только и ждал, когда оно закончится. Вирусность этого эпизода создала социальный фурор. Не удивлюсь, если повторяющиеся клипы из этого эпизода привлекли людей к «Медведю». Казалось, что в этом сезоне заправлял хаос того, что ранее так тщательно разбрасывали по двум первым сезонам. Но в этот раз в сезоне 3 показалось, будто они пытались извлечь из этого выгоду. Часто это превращало момент в доминирующую сцену. К примеру, полностью во 2, первой эпизоде и 8. Было просто много криков, много рубки, и казалось, что у него нет оснований делать это так часто, как он делал. Я бы также добавил братьев фактов в этот раздел, потому что они всегда были хаотичными, когда появлялись на экране. Снова то, что раньше было комической разрядкой в предыдущих двух сезонах, стало чем-то перебором. Они часто появлялись, и их полное непонимание и громкие личности подрывали и дискредитировали настроение, которое эпизод создавал до этого момента. Так что для меня я не понимал потребности или не понимал, почему некоторые вещи просто должны были быть хаотичными, и мне казалось, что это было сделано просто ради этого. В первом сезоне был долг и тот факт, что Сидни оставил машину предварительного заказа включенной. Во втором сезоне речь шла о всем ремонте и желании Карми соблюсти сроки, плюс травма от потери брата и его проблемная мать. В этом сезоне я просто не особо поверил в необходимость всего этого. Карми хотел звезду, отзыв был на горизонте, отношения с Ричи были враждебными, но каос был излишен в некоторых моментах. Отсутствие независимых эпизодов. Второй сезон шоу блестел независимыми эпизодами. Мы часто сосредотачивались на отдельных персонажах. Например, эпизод 4 был про Маркуса, эпизод 6 освещал прошлое Карми, его семью, а эпизод 7 был про Ричи. Эти эпизоды были ключом к пониманию тех персонажей, с которыми мы проводили много времени. Мы поняли, что движет Маркусом и почему он делает то, что делает. Ричи оказался одиноким, без цели в жизни после развода. Но осознание им, что каждая секунда на счету, было прорывом. Эпизод 6 показал, почему Карми таков и от чего он хотел бежать от семьи. В сезоне 3 как будто отошли от этого и сосредоточились на целом ансамбле. Был эпизод с Тиной, оказалось, самый высокий рейтинг сезона. Интимные эпизоды, рассказывающие о героях их борьбе, вот где лучше. Ууглубляемся в второстепенных персонажей, их заглянуть за кулисы. Эпизод Тины объяснил ее враждебность на старте сезона 1. Ведь она любила Майки, который дал ей шанс, и без этого эпизода мы бы не узнали. А также был эпизод с Шугар, когда она стала рожать, и видно было, как ее отношения с матерью начали налаживаться. Она всегда боялась стать такой же матерью, не сказала ей о беременности. Когда она родила, видно было, что отношения с матерью восстановились, новая глава началась. Показывая, что Донна изменилась, возможно, время Карми связаться с ней. Оценил этот эпизод. Но казалось, что она пытается слишком сильно быть как рыбы. Таким был ее подход. Можно было бы предположить, что первый эпизод похож на это. Мы заглянули глубоко в сознание Карми, но этот эпизод не первый такой. Другие эпизоды в других сезонах были более усвояемы. Этот эпизод был прерывистым. Это отразило путь Карми, было много движения взад и вперед. Ни одна серия не была столь эмоциональной. В сравнении с отдельными сезонами два, и думаю, это слегка повредило шоу. Отсутствие направления у Ками и Сидни. По Ками и Сидни в этом сезоне, казалось, у них было достаточно времени на экране. Но развития особо не было. Не было особого роста. И многое из этого сводится к тому, что сезон 3 оказался подводкой к четвертому сезону шоу, где мы увидим последствия и развитие там. Ками работал над звездой и погружением в эту часть сознания. Что-то, что вернуло травму от работы в Нью-Йорке. Но показалось, что это было все. Не было много о смерти его брата Майки, его горе или его отношениях с Донной. Две вещи, которые мне кажутся весьма жизненными из предыдущих сезонов. Вместо этого все дело было в том, что его преследует Клэр, единственный человек в сериале, который меня меньше всего волнует, особенно когда дело доходит до доминирования над аркой Ками. Я понимаю, что она, его покой и то, что дает ему счастье, но иметь это основное внимание и затуманивание его разума было чем-то, что мне действительно не понравилось, так как для Ками гораздо больше, чем быть несчастной из-за желания девушки. То же самое можно сказать и о Сидне. Она чувствовала себя обделенной и не знала, будет ли она взять на себя обязательство стать партнером в ресторане. И соблазн Шапира позволит ее быть CDC ресторана, который он собирался открыть, это было что-то, это очень сильно завладевало ее разумом. Так что ее развитие было остановлено, потому что она не знала, что делать, поэтому она по сути просто застыла во времени. До этого сезона они оба сильно выросли, а также процветали вместе. В жизни друг друга они имели платонические отношения, способствовали росту. В этом сезоне было только трение, красота в личном росте отсутствовала, что печально. Что заработало? Не хочу, чтобы это видео было только об установщикам сериала, хочу говорить и о плюсах. Одним из плюсов этого сезона стало развитие персонажа Ричи. Он действительно становится центром и одним из наиболее узнаваемых персонажей. Он борется, очень борется. Он один, мечтает о прошлом с лучшим другом Майки и его женой Тиф. Наблюдать его развитие на протяжении трех сезонов было приятно и настоящим опытом. Эбон Мосс великолепно играет, разговаривая со Шугаром за ресторанным столом, при этом у него на глазах слеза. Казалось, что это момент, который формировался три сезона. Он просто хочет быть счастливым, а счастье было в прошлом. Суть, с которой, я думаю, многие могут идентифицироваться. Поэтому его история точно выделяется в этом сезоне. Я также считаю, что режиссура Ио в шестом эпизоде и исполнение Тины и Майки действительно сделали эту серию и дали этому сезону действительно определяющий момент, если бы не шестой эпизод. Если бы он не был таким сильным, как он есть, это бы действительно подвело весь сезон. Я также думаю, что игра актеров была на высшем уровне, как это обычно бывает. В «Медведе» никогда не было плохого актерского мастерства, и я не думаю, что будет. «Одно, что, по моему мнению, недооценивается в шоу, это песни, которые играются под определенными сценами и на заставках. Они действительно умело их выбирают, вызывая эмоции в нужный момент, поддерживая наше впечатление. Жду, что четвертый сезон будет больше похож на второй. Этот сезон напомнил подготовку, а не 10 эпизодов с уникальностью, время покажет. Похоже, третий и четвертый сезоны снялись разом, критика, возможно, не повлияет. Несмотря на все, мне понравился третий, хочу, чтобы четвертый был лучше. Вот и вся разница третьего сезона «Медведя».